что же раз выпадает ошибка тахометра то нужно добраться до этого тахометра задней стороны откручиваем винты на крышке ну и просто вытаскивать здесь есть еще кроме винтов защелки нажимаем и вытаскиваем ну и тахометр находится на обратной стороне электродвигателя поэтому что нужно сделать два варианта не два момента которые оба нужно сделать нужно вытащить электродвигатель для этого что делаем откручиваем гайках на болтах на 4 есть на 2 есть на 4 тут все четыре прикрученные все четыре лапы откручиваем причем откручиваем головкой на 8 здесь и также снимаем плату управления вытаскиваем сюда для того чтобы прозвонить если связь доходит ли сигнал от тахометра где-то в этой связке нужно посмотреть где какой из них судя потому что здесь есть два голубых скорее всего вот эти два голубых нужно смотреть и прозвонить и идет ли она на плату но этим займемся для начала откручиваем электродвигатель электродвигатель снят снял фишку и по виду ну как новый вряд ли будет здесь проблема значит действительно два синих судя потому что вот отсюда и таких два на этой части фишки два крайних они же два крайних здесь и вот нужно будет их прозвонить начиная вот отсюда ну или я посмотрю если там не там в середине нет возможности сейчас я тоже все равно буду снимать эту крышку и визуально посмотрю на это так же позвоню отсюда до самой платы плату снимаем тоже значит я ее здесь 2 винта открутил для того чтобы ее вывести тут внизу еще направляющая есть толкнуть 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 и она тогда вот почему мы ее разбираем эти два синих проводов нужно проследить тут можно вскрыть пластик пластик просто на защелках открываем крышечка которая ведет к разъемом и просто вскрываем крышечку доберемся до разъема и прозвоним ну а сейчас просто нужно поддеть эту крышку отверточкой вытащить тахометр посмотреть может быть почистить какой-то пыль попала щеточкой может быть продуть про прочистить и продуть начнем с этого так от ковырнуть металлическую она сама не держится движение тут есть в принципе не вижу чтобы что-то мешало ну и тахометр просто поднимаю за контактом потихонечку выходит в ветвь так ну по виду тут все как новая в общем то не вижу никаких вопросов почему была проблема с тахометром ошибка может быть металлическая стружка как-то попала пыль какая-то металлическая но я этой проблемы не вижу все собираем на место здесь вопросов нет никаких ничего не мешает крутится легко хорошо значит теперь открываем здесь крышку и смотрим по электрической части есть или нет защелки здесь закрываются и вот она попадает эти синие провода попадает на этот разъем но желательно проверить не на разъеме а уже там на порте поэтому все таки надо открыть еще и защелки которые открывают доступ к самой плате это важно чтобы потом следующий раз не разбирать где-то еще есть защелки разберусь как будут еще две защелки надо разобрать как их отщелкнуть значит отщелкиваются они таки легко щелкиваются ну вот так вот выгнуть и начался ну а единственное что чтобы поднялась крышка тут разъем вот здесь вставляется его таки нужно отсоединить иначе крышка не поднимется все мы добрались до этого разъема можно вытащить посмотреть сам разъем хорошем состоянии ставим на место и что нужно вот эти два синих два синих сейчас мы их как-то так на край пододвинем чтобы можно было вот прямо туда на контакт поставить и проверить соединение соединяем с двигателем и проверяем прозвонкой ставим на прозвонивание не смело так и так и так звоним отсюда до платы до оголенного контакта как то как то 100 он 88 падение сейчас проверим сколько это так 89 ом она она соседнем как то не очень значит и я не сам меряю здесь 89 ом значит а тут 1 1 1 это нормально то есть будет сейчас так и так не знаю почему так звук не очень резвый но неважно здесь у нас один контакт хороший и второй контакт хороший а между ними 89 ом думаю что не видно давайте я так поставлю значит 0 сопротивление самого его тахометра 88 89 и второй сопротивление 88 89 значит что мы можем сделать посмотреть работает ли сам тахометр должны изменяться показания то сопротивление то не сопротивление то не сопротивление работает хорошо то есть как бы с ним проблем нет нет возможно все работает возможно была проблема с контактом сейчас что нужно сделать снова проверить ее машинку в работе для этого сейчас шевелю все контакты немножко по зачищаю где-то отверточкой контакты все время веду здесь есть разъемчики нужно зайти контакты по очищать посмотреть нужно ли здесь какие-то окислы снять и собираю в обратной последовательности и буду тестировать потому что она проблемы особенные я не вижу во всяком случае она ушла во всяком случае с тахометром и сейчас нужно будет заново проверить ну а раз уж разобрали то прочистить все контакты чтобы потом не думать о почему я этого не сделал немножко их подогнул чтобы плотнее вставлялись ставлю на место ну а тут в принципе я проблем не вижу конечно может быть еще проблема в самих ну в дорожках на самой плате тоже наверное сейчас этот вопрос попробую проверить как этот вопрос проверить прозвонить дальше но для начала я хочу не решать а смотрю плата в очень хорошем состоянии как новая посмотреть как она в ходу но как можно проверить раз мы уже разобрали здесь отщелкивается защелочки чтобы можно было снять плату плату снимаем и смотрим прозваниваем начиная от этой ламели куда идет в контакт проверить контакт доходит или нет вот здесь еще защелка плата на защелки нужно посмотреть значит вот эти два контакта тонких это контакты тахометра видно что эти две два контакта вот переходят на ту сторону и прозвонить дозванивается или нет сейчас возьму лупу прозвоню и буду собирать я посмотрел куда идет по платье значит вот с этого контакта идет на вот это сопротивление а с этого контакта на вот это контакт есть проблем не вижу теперь можно собирать и использовать ну видимо был просто как он плохой контакт по разъему сейчас я не вижу трудностей ну и будем смотреть как она в ходу собираем обратной последовательности и сейчас уже буду включать и тестировать начинаем проверку машинки а их напомню было 59 ошибка ошибка по сервисной книге это ошибка тахометра вот этот не моргает просто горит окажется что моргает но это камера снимает включаем значит например программа на 20 минут ну и смотрим чем все закончится сначала включился выливается вода на контакт включилась я уже до этого проверил как бы вопросов не возникло будет ли крутиться барабан барабан крутится машинка работает очень хорошо практически сейчас включилось наполнение воды практически не слышно как крутится двигатель я думал даже не крутится подошел оказывается просто так короче все работает собираем обратные последовательности вот такой просто плохой контакт все проверено зачищено и сейчас все работает здесь отсюда тоже видно что барабан крутится подписывайтесь на канал ремонт такой и другой бытовой техники все это можете увидеть на моем канале увидимся на канале